Это было в Чинае. В Чинае это Южная Индия. Там есть такой ресторан, как-то его называют юридическим названием. И все, кто был в этом ресторане, с кем я общался, русскоязычных, все хотят потом такой ресторан сделать там, где они живут. Все, выходя из ресторана, все выражали такое желание. Обязательно нужно сделать такой же ресторан у нас, где они живут. Но никто пока такой ресторан не смог сделать, это довольно сложно. Вы садитесь за столик в том ресторане, причем там только обед, и раз, да, он работает только обед, раз в день, все. И принимают посетителей максимум там на человек 30-40, все, больше никого. Редко, туда не так легко попасть в этот ресторан. Но если вы попали в этот ресторан, посадитесь за столик, и на столике есть схема. Там примерно около 20 ингредиентов, которые вам будут подавать, и по номерам нужно их принимать, по порядку. Там прям схема с этими блюдами нарисованы, и там номер один, значит, сначала это пробуйте, там номер два. И там и сок бамбука, и сок папай, и там еще что-то, там и горькие какие-то вкусы, ну все, что Айурведа вот говорит, все эти шесть вкусов, и плюс еще какие-то блюда идут. И в конце, в конце, когда вы уже все это приняли, поочередно на ладонь именно вам дают ложку меда. Вы должны с ладони слезать ложку меда. Вот. Вы выходите совершенно пьяный из этого ресторана. Совершенно, вот, ну в таком хорошем смысле, конечно, это не токсикация, а вот что-то просветление такое. Совершенно невероятное состояние просто от чистой пищи. Я не знаю, освещают ли они там или нет, мы там предлагали за столиками, вот так, умысленно хотя предлагали, что просто попробовать, что это за диета. Но это чисто гуна благости, это еще не трансцендентная пища, не просад. Это гуна благости, которая описывается в Бхага Водите, та пища, которая продлевает жизнь, приятное сердцу, дает вот это чувство радости глубокое, приятное сердцу, да-да-да. Вот вы это и чувствуете, выходите, и у вас просто, вы любите всех, все вот в таком состоянии. Как будто вам дали там весь набор наркотиков, ЛСД, героин там, гашиш, ну все, сразу приняли, понимаете. Я не пробовал, но я вот хочу просто сравнить такое состояние, наверное, с чем-то таким вот, что мне еще на ум придет. Ну а просад обладает большей силой. И также, если это пища, пища должна быть чиста и благостна. Картошка – это неблагостный продукт, свекла – это неблагостный продукт, морковка, капуста – неблагостный продукт. Ну вот и все, что хочу сказать. То есть, если по высшим меркам брать, то в Джаганат-Хапури мы ели Джаганат-Просад, там только из гуны благости продукты используют, исключительно. И не с чем сравнить, ни с каким рестораном это не сравнить. То, когда вы принимаете этот просад, вы понимаете три вещи – вечность, знание и блаженство. Осознаете это. Вот, возможно, мы не знаем, что такое могущество пищи, вот в полном смысле слова. Эта наука здесь как-то, она вот не дается нам. Но пытаемся писать книги здесь, вот такие собрания проводить. Но смотрите, пока люди мало понимают это.